Украину атакуют инфекции. Во Львовской области новые случаи ботулизма в Тернопольской энтеровирус. Пациенты полагаются в основном сами на себя, ведь ждать медикаментов из Киева, где их хранит Минздрав, часто означает рисковать жизнью. Но самое страшное еще впереди, предупреждают медики. Наши корреспонденты расскажут больше. Пятый день. 67-летний Андрей Штаюра на больничной койке. Внуши четверг он вместе с другом съел банку паштета домашнего приготовления. Через несколько часов обоим стало плохо. Мужчина вызвали скорую, та увезла их в Сакальскую райбольницу. Анализы показали ботулизм. Больных тут же отправили во Львовскую областную инфекционку, но там сыворотки против ботулизма нет. Это лучше 24-48 года от силы. Ну а попробуй достать. По компьютеру дала запись, спасите моего тата. И там нашли лекаря, помогли ей найти сыроватку. Сыворотку получили от неизвестного мецената. Весь существующий на данный момент госзапас этого препарата хранится в Киеве. Всего 25 штук. Врачи говорят, если бы ждали помощи хотя бы на день дольше, Андрея Штаюра уже бы не было в живых. На вчерашний день сыроватку мы ввели. Раньше эти сыроватки закупались централизованной державой, Министерством охраны здоровья. А в последние годы они не закупываются и не зарегистрированы. А это уже Тернопольская область. В Чертковском районе вспышка энтеровирусной инфекции. За последний месяц ее подплатили более 70 детей от 2 до 10 лет. Проявляться недуг может как внешне в виде высыпания на кожу и раздражения слезных оболочек, так и в виде кишечных расстройств. Противоэпидемические мероприятия уже проводят. Вогнище, которое уже поступово начинает поширюваться на соседние села, районы. Проводилися исследования, соответственно, многих факторов внешнего средств, соответственно, и пятна вода, и в стечной воде также выделено РНК энтеровирусу. Медики прогнозируют, это только первые ласточки не исключают, что массовые вспышки инфекционных заболеваний будут в начале осени, когда дети вернутся с каникул в школы и детские сады. Грины Кушки, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер.